МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автомобильный клуб Ну, я хотела поговорить с тобой О так называемых подснежниках Люди, которые Отказываются ездить зимой на автомобиле Боятся там Ну, по разным причинам Оставляют его в гараже Либо просто, может быть, где-то в паркинге Не ездят А потом, когда видят, что солнышко вышло В принципе, уже можно начинать водить Начинают водить И появляются на дорогах в большом количестве Чего они боятся? Вот если говорить о категории людей, которые боятся ездить зимой Можно ли предположить, что выехал как-то Как занесло И напугался вообще на всю жизнь Совершенно верно Также не соблюдал дистанцию, например С кем-то столкнулся И понял, что я не знаю, какую дистанцию надо соблюдать То есть я врезался, потому что Ехал либо скорость мне больше, чем нужно было Либо дистанция меньше, чем нужно А что из этого, я, в общем-то, и не знаю Поэтому лучше вообще ездить не буду Потому что никто мне объяснить не может А какая-то техническая составляющая есть в этом деле? Ну, например, скажем Владельцы автомобилей Москвич, старые Лады Где нет ни АБС, ничего Может быть, они как-то в большей степени боятся Ну, вот говорят Ой, у меня нет ничего ни АБС, ни трекшн-контроля Ну, куда я там еще и резина? Ну, ты много знаешь таких? Не знаю, вот я и тебя спрашиваю Очень мало таких сейчас осталось Знаешь, где-то, ну, наверное, 1% может быть Из всех автомобилистов, кто ездит еще на Старом Москвиче Или там Жигулях и боится выезжать зимой В основном это очень старенькие дедушки Которые любят свои машинки, за ними ухаживают И до дачи они, собственно, не начинают водить До дачного сезона Да, да, дача где-то начинается в мае, наверное После майских, в основном, кто-то до майских Там первые посадки нужно срочно посадить Там лук Рассаду везут Да, жена говорит, срочно едем на дачу Вот это будет первая его вылазка За все время, за всю зиму Ну, ездят они не потому, что не боятся Просто берегут или нет необходимости Машину берегут На дачу-то постоянно надо ездить, да, каждый выходной Там еще куда-то, магазин А тут пешочком ходят до магазина В принципе, просто нет надобности Давай попробуем понять, какие навыки за это время Ну, скажем, за зиму длинную, за полгода Что утрачивается прежде всего и быстрее всего забывается Это скорость реакции Первое, что теряется, скорость реакции То есть ты перестаешь контролировать ситуацию так, как ты ее контролировал Когда ездил постоянно То есть сначала ты, когда ходишь со скоростью 6 км в час, как пешеход У тебя реакция где-то на 6 км в час Почему 6? В учебниках 5, у тебя какие-то отдельные пешеходы? Ну, я просто свою скорость Ну, давай скажем 4-6, смотря кто как ходит Да, я хожу 6 км в час Соответственно, ты привык с этой скоростью реагировать на какие-то ситуации И тут вдруг ты садишься, и у тебя 60 км в час То есть тебе нужно в 10 раз быстрее реагировать И не забывать, что когда ты идешь как пешеход Ты заранее прогнозируешь Я вот пойду сейчас правее или левее В основном смотришь вперед А на машине ты должен смотреть по бокам Что у тебя справа и слева в соседних полосах происходит Потому что машины постоянно перестраиваются Вот этот навык тоже теряется То есть кроме того, что скорость реакции Второе, это зеркала Перестают смотреть зеркала боковая То есть мы видим машину, которая едет не быстро Потому что она боится Которая задолго начинает тормозить перед перекрестком Неважно в каком ряду Он перестраиваться даже боится Если он случайно попал в левый ряд, он так и едет Да, так и едет И если перестраивается, то очень медленно И долго-долго, такую длинную делает кривую По которой он перестраивается То есть не быстро посмотрел, никого нет, быстренько заехал Потому что он не понимает, заеду я или нет А пока смотрит, допустим, в зеркало при перестроении Да, он смотрит, кажется, я успеваю И вот это вот движение, вот это вот длинное какая-то кривая То есть смотришь и думаешь, господи Ну, подъезжаешь, видишь, там, дедушка сидит Ну, понятно, что он уже подзабыл, реакция не та Слушай, а как с ними бороться? Ну, как варианты первое смертоубийство Мы вычеркиваем физическую расправу В Японии, хитрые японцы, знаешь, что придумали? Если ты понимаешь, что скорость реакции у тебя вообще Психомоторная функция уже хуже, чем раньше были Ты это стал замечать То тебе предлагают сдать права и получить за это премию денежную Кстати, очень, между прочим, такая любопытная мысль, да? Да, денежная премия достаточно хорошая И старики часто, когда им там уже там 70-80 лет И, в принципе, ездить они не будут Они сдают права, получают денежки Там помогают своим детям или внукам Или, может быть, что-то покупают себе там Не знаю, дачный участок, например Это такие большие денежки? Да, там хорошие деньги Говорят, что прям хорошая премия Потому что, чтобы люди соглашались Потому что, если эта сумма небольшая То, соответственно, никто и соглашаться не будет Ты бы согласился за 10 тысяч сдать права? Долларов Ну, а за миллион? Ну, конечно Да, вот видишь Хватит денег на такси Да, можно как бы Ну, зачем, если мне уже 80 лет Может быть, действительно, мне на всю оставшуюся жизнь хватит на такси Спасибо, что при цифре 80 ты смотришь не на меня куда-то в сторону Спасибо То есть так без намеков, да У нас просто нет ограничений по возрасту У нас есть ограничения А где-то есть в мире? Слушай, не задавалось этим вопросом Я думаю, что, наверное, нет Потому что это была бы дискриминация по возрасту Ты знаешь все, что слово дискриминация сейчас вообще везде запрещено Да Ну, может быть, какие-то есть страны Которые не слушаются и решают, что все-таки они праве устанавливать этот срок Ну, что все, пора тебе заканчивать Но у нас тоже нет Если тебе 90, и ты говоришь Я пройду медкомиссию, я там хоть в космос И пойду сдавать на права Там можно И такие люди есть Владимир Познер Ну, и много разных Ну, у меня самый такой вот случай возрастной Это женщина 74 года пришла И нормально, бодрячком? Слушай, да Я так удивилась Я прям подумала Даже когда мы пришли экзамен сдавать, инспектор даже сказал Ты видела, какого она года? Она там 39-го, например, была Ну, давно уже была Вот Я говорю, да Он говорит, ты уверена? Мы же на площадке ее одну оставляем Там в машине, она же одна едет Я говорю То есть инспектор за меня перепугался За мою машину Я говорю, ну да, это же моя ученица, конечно Я знаю, сколько ей лет я ее учила И она идеально сделала площадку Он был просто в шоке Он смотрел за каждым ее движением Поставил ей пятерку Нет, серьезно, да И она такая выходит и говорит Ну, как, я тебя не подвела? Я говорю, да вы вообще лучше всех молодых сделали Ну, она очень старалась, да Ну, вот это такое, наверное, исключение Давай вернемся обратно Вот к этим замечательным подснежникам Значит, что мы должны знать на дороге Когда мы вот такого человека, ну, идентифицировали Поняли, что это, кажется, подснежник Что делать? Первое, мы должны посмотреть Чтобы у нас никто на хвосте не висел очень близко То есть мы знаем, бывают водители Которые, в принципе, быстро перестраиваются И везде им, вот там, все для них едут медленно Такого в потоке мы тоже вычисляем, да По зеркалам смотрим, видим И вот он сидит на хвосте Но мы знаем, что у него как раз-таки реакция хорошая А если машина ехала, ехала, медленно перестраивалась И вдруг села вам на хвост И дистанцию не держит Вот такого надо побаиваться Потому что, как бы, уже на вас ответственность получается за него Получается, что ты должен чуть заранее тормозить Его предупреждать о том, что ты тормозишь Отпускать тормоз, еще подкатываться Опять тормозить, чтобы он тебе не въехал Просто ради себя, чтобы потом не ждать ГАИ Понятно, что виноват будет тот, кто сзади Слушай, а как они определяют, к кому прицепиться сзади? Они как-то чувствуют интуитивно, что за рулем добрый человек Устраивает скорость движения То есть, если ты видишь, что человек такой О, с моей скоростью и, в принципе, в том направлении, куда мне надо Я прицеплюсь его как просто Хоп И прицепился Кстати, ездишь сейчас в такие системы Может быть, ты слышал в машине тоже Что ты можешь поставить Выставить дистанцию и поставить, за кем ты едешь И он прямо за этой машинкой прямо прицепляется И с определенной скоростью дистанцию поддерживает Тормозит, когда надо Разгоняется Ну, это у вас, у вас в вашей дорогой материально автошколе В моей машине, к сожалению, этого нет Вот, еще нет лимита скорости Тоже бы мне хотелось Иногда у меня ученики перебарщивают Хотелось бы поставить Но вот нет, к сожалению Но вот на многих машинах сейчас сделали То есть, спокойно Нажал, вот эта машина мне нравится Хочу ехать, как она Нажал кнопку и все Вторая машина следует по траектории впереди идущих Ну, такой какой-то активный круиз-контроль Какой-то там, типа того, да? Да, поэтому, если сел так на хвост, вы должны уже позаботиться о том, чтобы дистанцию соблюдать с ним То есть, увеличивать и заранее его предупреждать о торможении, стараться Второй момент, они не смотрят по зеркалам Поэтому при перестроении, если вы видите вот этот медленный, затяжной наезд на вас Иногда даже сигналит бесполезно Ты посигналила, а там такой медленный поворот головы Продолжается, да Наваливание продолжается Уже поздно Да, поэтому осторожно Если кто-то медленно перестраивается, скорее всего, он вас не видит То есть, лучше притормозить, запустить этого человека Потом, конечно, можете там его обругать, как хотите В машине, да, как это психологи советуют Не держать себе в машине Все равно никто не слышит Выругаться, да? Выругаться, сказать, как ты так можешь И тут же забыть про это Вот, объехать и оставить его в покое Ну, конечно, для этого человека это тоже будет стресс, такое движение Потому что все ему будут говорить, что он мешает И он не будет понимать, что такое Только вроде бы все было нормально После зимы все как сумасшедшие Что у них там, весеннее обострение? Да нет, просто ты всем мешаешь Потому что ты позабыл, как в потоке держаться Ну, это ладно Когда мы едем какое-то время в потоке С таким человеком Мы поняли Мы вот все вот предприняли, что ты советуешь А если такой человек врывается в поток Там, с какой-то слева-справа Там, на перекрестке Неожиданно вдруг Вот ты ехал, и все такие Все тренированные Ни одного подснежника Все едут Свои положенные 80 там, без одного километра И вдруг такой Опа, дедушка С проспекта Луначарского Заезжает Ну, все Будем надеяться на свою реакцию Больше ты ничего сделать не можешь То есть Только быстро посмотреть, куда можно убежать И чуть-чуть перестроиться Его пропустить Ну, конечно Ну, посигналишь ты ему Что он скажет Да я вожу больше, чем тебе лет Что ты мне сигналишь И будет прав Да В этом смысле Качество вождения Это не улучшает, к сожалению То, что ты много лет водишь И мы с тобой знаем Мы тоже об этом говорили Что чем дольше ты водишь Тем, на самом деле Может быть, даже ты хуже водишь Потому что перестаешь контролировать ситуацию Потому что ты уже настолько уверен в себе Что думаешь Я уже на автопилоте могу Что тоже отчасти В общем, в некоторых случаях правильно Но расслабляться нельзя Нельзя Надо вовремя включать концентрацию Подъезжая к перекрестку Концентрируешься Где есть потоки Пересечения Едешь по прямой Так Периодически проверяешь Есть кто Нет Обгоняет тебя Кто-то Нет Перекрестку Все полностью Концентрация Потом опять расслабляешься Возвращаясь к подснежникам Внешняя какая-то Помимо стиля езды Какие-то есть факторы Ванная на крыше Привязанная Гигантский бак Вообще не определить Раньше действительно Можно было видеть Выезжают Как ты говоришь Москвичи ВАЗ Там какой-то Сейчас Все дедушки Прикупили себе Рено Логан Да мы знаем Или Дастер Или Дастер Да Совершенно верно То что хорошо ходит На дачу По плохим дорогам Ну некоторые купили Китайцев Или какие-то Большие старые Машинки Наподобие Лексусов Больших старых Вот Ну на такие Надо обращать внимание Конечно Ну я не знаю Не говорю что Все водители Дастеров там Ужасно водят Но среди водителей Дастеров Очень много дедуль Которые ездят На дачу Которые полгода Не ездят Потом ездят Надо об этом Помнить и понимать Вот Плюс Ну новички Конечно Которые тоже Сидели Мы с тобой говорим О тех Кто вот на дачу Да все В основном подснежники А есть же еще новички Которые вот только Закончили автошколу Например В сентябре Октябре И в ноябре Пошел снежочек Они такие Ой Я все лето Только ездила Училась Или там учился А зимой Я не знаю Как ездить Вообще не знаю Потому что Меня этому не учили Да и что делать Я вообще не знаю Я пожалуй не поеду А потом вроде Весна наступила О ну весна Можно начинать водить Хорошо Если такой Начинающий водитель Образился там К конструктору И потренировался Перед тем как ехать Ну а если нет Говорит Да я же вроде там Всего-то полгода прошло Слушай А как себя все-таки Запрограммировать На вот эти весенние Ну Нововведения Скажем так На дорогах Чисто такие Вот Не ПДДшные Потому что у нас Ну понятное дело Появятся сейчас Мотоциклисты Мы в прошлой программе Говорили об этих Моноколесах и так далее Там велосипеды А сейчас еще дедушки Повыезжают Вот как себя морально настроить То есть ты всю зиму Ты ездил на огромной скорости В 70 Потому что лед И привык И знаешь как тормозить И как из юза Там какого-то выйти Ну привык уже в общем Паркуешься между двумя машинами Где по 10 сантиметров Среди сугробов То есть ты супер водитель И вдруг вот у тебя начинается Как весна Вот это вот комфортное состояние Значит бешеных лихачей Вокруг таких же как ты Вдруг оно стало нарушаться Вот этими вкраплениями И этот тихоход какой-то И это тут какой-то Пешеходы стали в большей степени Появились Потому что стало теплее Да Сразу пешочком Как себя морально настроить Может быть мантру какую-то читать Каждое утро Ну во-первых Мы с тобой большое дело Делаем то Что мы такие передачи создаем И говорим Люди Помните Сейчас повыезжают Вот такие вот Начинающие водители Или те кто не ездил Обратите на это внимание Обратите внимание на велосипедистов Все это Мы с тобой проговариваем Второе Пока ты сам не увидишь Ты вроде бы как не очнешься То есть как ты разочек выехал Увидел О Сезон дачный Поехали дедули Все И ты начинаешь более внимательно К этому относиться То есть в какой момент Как мы с тобой поговорили На прошлой программе На следующий день Было солнышко И было столько велосипедистов Я думаю Вот только-только мы вчера Накаркали Да Сейчас дедуль накаркаем с тобой Ну и не только Начинающих водителей Но весной всегда так Потом идет где-то Дело у нас до июня Июнь, июль, август Мы спокойно ездим Все хорошо расслаблено Вот Потом начинают приезжать детки Идти в школу Опять начинается движуха А потом лед И все одинаково каждый год Поэтому если ты водитель И считаешь себя профессионалом То в принципе ничего не меняется Одинаковые условия каждый год Ты должен предполагать Что вот сейчас наступила весна Появляются вот такие-то Участники дорожного движения Наступила зима Держим дистанцию Снижаем скорость В повороте не тормозим То есть какие-то у тебя должны быть Наметочки Которые образовались За время вождения Если не образовались Ну значит не грех Сходить и поучиться Чтобы тебе рассказали Я думал ты скажешь что-нибудь Там поставьте себе на айфон На напоминание Что пришла весна Или Ну мы будем напоминать По возможности с тобой Да что вот То-то А вот теперь зима Не забудьте переобуться Вот Ну такое ощущение Что действительно водители Как-то этот момент пропускают Но хотелось бы Чтобы конечно были внимательными Для этого мы с тобой Здесь и собираемся Да чтобы водители были внимательнее К другим участникам Снисходительно относились конечно К дедулям Которые все-таки Возят бабушек На дачу Но Просто старались Не попадать в ДТП То есть если вы видите Ну вот так происходит Ну старайтесь избежать ДТП Потому что в правилах У нас написано Что водитель должен Всеми способами Попытаться Избежать ДТП Ну давай В самом завершении Вот этого включения Несколько слов Ты упомянула свой автомобиль В котором нет Адаптивного круиз-контроля И так далее Тем не менее У тебя замечательная Совершенно учебная машина На которой Мне кажется Учиться Ну просто одно удовольствие И если Там милые дамы Например Да Основной твой профиль Сейчас слушают Нашу программу То Девушки Женщины Имейте ввиду Что автомобиль Киа у тебя Премиальный По-моему Да Да у меня максимальная комплектация Да очень удобный Комфортабельный Теплый Ну я не знаю Что там еще сказать Воздушный фильтр есть Пыль не летит в салон Да Вообще у меня все сделано Для комфортного обучения Но я просто хотела бы сказать Чтобы люди не стеснялись Если вы не ездили зимой Не надо стесняться Придите пару уроков Восстановитесь Восстановите свою реакцию И все И продолжайте ездить Ну это не страшно Поучиться Потратить там Не знаю Ну 5 тысяч рублей Потратить Вместо 50 тысяч Если ты попал в аварию Это минимум Сейчас бешеные Цены на запчасти Вот Ну подумайте о том Что может быть Действительно покататься Пока с подстраховкой С инструктором А потом уже Начинать водить Вот Ну это касается Только таких Относительно Начинающих Начинающих Потому что Все таки Ну мы Водители Опытные Которые Не раз уже Были в авариях В общем Наверное Можем обойтись Без этих Тяжелых Финансовых затрат Но если кто не уверен В себе То есть Прямой смысл Конечно Знаешь Есть люди Которые 20 лет Водят И не умеют Парковаться И говорят Ну я все время Нахожу где-то местечко Где пошире Там побольше места И паркуюсь Ну а чего Ну а чего Это 20 лет У тебя не возникло Желание ни разу Просто пойти К инструктору Или тебе сложно Признаться Что ты 20 лет Водишь И не умеешь Парковаться Ну инструктор Никому не скажет Научить тебя Парковаться Будешь хорошо Парковаться Подожди То есть ты намекаешь Что у вас Некая секта Инструкторов Которая Имеет кодекс Определенный Ученик Никогда не называем Ни имени Бывает даже Пол мы не называем Никогда не рассказываем Кто это И сколько там лет Человек водит Вот просто есть ученик И все Никто не знает С нуля он пришел Или он с правами То есть Так не определишь Люди работают Подведем микро итог Подснежники Вот-вот выйдут Ребята Будьте готовы И соблюдайте ПДД и осторожность Да Будьте внимательны Пожалуйста Моторадио представляет Автомобильный клуб Продолжение следует...